Ваше отношение к Стрелкову? Я постараюсь быть честным даже перед собой, и попробую даже перед вами разобраться с Десениной. Отношение непростое, и я пытаюсь в этом разобраться. Мало того, мы не так давно с Игорем Ивановичем встречались, и я говорил в Донецке, когда я приезжал в Донецк, когда меня спросили, что вы сейчас не приехали, я сказал, что сейчас бы не приехала другая война, это война профессионалов. Если раньше я говорил, что там война, в 2014 году, это была война поэтов-идеалистов, и там мое место, когда мне говорили, что это не твое место, то сейчас, я говорю, что там же профессионалы, а я поэт. Это другая война, в которой я ничего не понимаю. Но, я сказал, если бы Стрелков оказался там, я бы пришел, я тогда еще на костылях, после, да, был в госпитале, я бы пришел сюда на костылях, если бы был Стрелков. А только что с теми начальниками, кто там, нет, это не моя война. Так вот, к Стрелкову, как к командующему, как к своему командиру, да, я пришел бы. И к нему, у меня, к Стрелкову 14-го года, вообще к Стрелкову, у меня уважение бесконечное, да, и потому что, вы знаете, я думаю, что мне повезло вообще, что я видел такого командира. Потому что у меня было с чем сравнить. Сразу после, да, кстати, как только он ушел, ведь там же была такая ловушка, да, маленькая такая, понятно, слишком для совпадения этого, ведь только его убрали, туда прибыл другой Стрелков. Стрелков, вы знаете, на штаба, сразу на штаба в Донецк прибыл полковник Стрелков, родом из Донецка, с фамилией Стрелков, потому что люди еще шли-то на имя Стрелкова, понимаете, и отряд не заметит потери бойца Стрелкова, да, вот есть Стрелков, понимаете, но это был совершенно другой. Так вот, когда появились другие, я увидел, да, когда говорят там русская армия, русской армии там нет, и вообще, да, это понятно, это бред. Но есть вот уже, я стал их видеть, я замечал в Славянске их вообще, не знаю, может, кто-то там были какие-то советники, не знаю, да, а в Донецке уже, когда вот такие, да, кадровые какие-то офицеры, если в качестве каких-то советников приезжали, вот как присланные, но он родом из Донецка, он офицер российский, да, этот, вот. Так вот, было с чем сравнивать, и я вот тогда я понял, какое, что, и все ведь это чувствовали, что это увидеть и послужить с таким командиром, которых ты можешь увидеть в кино или где-то, вот такой, в котором действительно белая кость какая-то, белогвардейская, да, что-то есть. Действительно, вот это такой образ какого-то, если я бы представлял белогвардейца, то вот это Игорь Иванович Стрелков, да, с какими-то понятиями о чести, да, он монархист, он этого не скрывает, там еще что-то, да, вот, ну, это его программа даже, вот. Вот, и, вот, можно с ним соглашаться, не соглашаться, уважение, это, потом, понятно ведь, что человек, когда, там, журналист один, достаточно известный, там, написал, что это трус, кстати, журналист родом из Донецка, из Донбасса, из Донбасса, что, да, Стрелков трус, что ему там угрозило, он прекрасно знал, что ему ничего не угрожает, кто говорит, ты из Донбасса, но ты прятался сначала в Киеве, потом в Москве, да, как-то, а Стрелков, он не из Донбасса, но он был там, да, и этот человек, который уже пятая кампания, и который прошел средового, да, до средового, там, до полковника, он все и прошел, и Приднестровье, и Две Чечни, ты можешь, можно с ним в чем-то не соглашаться, можно вообще ни в чем с ним не соглашаться, только, вот, там, о чем, как это, так вот, когда ты видишь, что человек, его ведь уважали, я помню тогда Беряков, потом советник, да, он еще тогда не был советником Порошенко или кого-то там, или министра обороны, вот, писал, о нем, то есть, даже те враги писали с уважением о Стрелкове, с уважением, как к человеку военному, профессиональному, так вот, и это чувствовали все, он, и его, и любовь к бойцам, и то, что он умеет беречь, ну, что он поедет, вот, вот, это, забот, и сам по себе пример вот такого человека, ведь дошло, даже до анекдота, когда в Донецке он этот приказ выпустил, что в армии запрещал, запрещал материться, потому что война без мата не может быть, но это под влиянием Маргариты Зайцберг, конечно, вот, под сильным влиянием он попал, тут, как бы, вот, но, в принципе, это уже крайность такая, да, до мата, но вот его, да, за отношение, его приказ об отношении к пленным, да, что-то тоже за какие-то, за мародерство, расстрел приказ, он, да, нашел приказ 41-го года, да, и в Славянске, и в Донецке эти приказы, он, да, вот, все, там, Зайцберг, вот, такая дисциплина, он требовал, и, конечно, с ним договариваться нельзя было, да, с ним, да, дай же людям жить, вот, когда, нет, для него он был, и он был там на своем месте, когда его обстоятельства, когда он человек все-таки офицер, даже если он в запасе, там, в отставке, не знаю, все равно он офицер, а нет бывшего, да, офицера ФСБ, полковника ФСБ, значит, поэтому он не может своего, он может не соглашаться с верховным главнокомандующим, с чем-то, но когда тот, да, ему приказывают, или, там, просят, да, он не может его ослушаться, тогда-то, вот, он выполняет то, что ему приказывают, вот, он, я там детали, это не выход не стоит, но это ни в коем случае не его воля, это вынужденный его уход, причем достаточно, он был обманут в этой истории, да, там, и все, вот, и, ну, очередное предательство фактически было, ведь выход из Славянска – это тоже результат предательства, вот, то, что это недоходившее оружие туда, нет, 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 и нет и прочее, так вот, и когда он оказался не, как бы, у своих дел, ему предложили прекрасные, там, условия в Крыму, я не буду сейчас детали говорить, но все, кто знает, что, значит, это было, вот, любой бы ухватился за это, и материальное, там и положение было, все, он отказался, чтобы быть, практически заниматься, да, потому что как-то связанным с Новороссией, да, вот, сейчас на него вешают, что он, я убежден, что он ничего на этом не заработал, никогда не нет, могли заработать, у него есть, вот, что для, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, что он, я видел это и в Славянске, я видел это и в Донецке, и это было в Москве, что он не, иногда не очень разбирался в людях, доверял тем, кто в окружении, окружение могло злоупотреблять, то, что он этим сознательно ничего не мог, это совершенно на сто процентов, это другой человек, в этом отношении совершенно чист, я, мне немного, я не, иногда вот то, что он говорил, я не понимал, с чем-то я был не согласен, что-то я считал, что вообще он сказал, и мы знаем, то, что он бросил, и за это ухватились и повторяют регулярно, ну, как бы, да, враги он дал, зачем он сказал, я не понимаю, я, я не сужу, я, но, иногда мне обидно за то, что он как бы подставляется так, да, когда он говорит, что вот Славянский, он там, да, начал там, да, что это он вырыл этот топор войны, мы же знаем, что это не так, мало того, и они говорят, вот, а кто первый Славянский начал там стрелять, блокпосты, ведь он взял на себя и грехи Безлера, понимаете, Безлер, который тоже ему не подчинялся, но, что называется, вырезал блокпосты спящие или еще что-то там, да, все это вешали на Стрелкова, Стрелков бы себе никогда этого не позволил, но в детали никто не входит, все на Стрелкова, а он еще подтверждает, вот так выходит и публично, да, это я начал, да, я думаю, я сейчас могу ошибаться, еще раз, я особенно, я думаю, что политикой, наверное, бы Игорю Ивановичу, ну, вот, не нужно, не стоило бы заниматься, да, но я не имею права, он занимается, он человек, он взрослый человек, да, и не мне ему давать советы, я и не пытался никогда этого делать, он знает, что делает, на мой, но у меня свое мнение, что вот то у него получалось лучше, мало того, несмотря на все то, что три года ему запрещают выходить на телевидение, да, сказать слово, свою защиту, он, если есть, только в интернете, да, там, подпольном, так сказать, на телевидении его нет, его все кроют, его пинают все, да, на любых передачах, могут ему Соловьев, может, там, что-то, но Соловьев, если у тебя такая независимая телевидение и все такое, да, ты всем даешь слово, у тебя, там, кофту на своих программ, там, да, не выходят, там, все, ты привозишь, вот, не надо привозить его здесь, да, человек рядом, пригласи, дай ему слово сказать в ответ, нет, не говори, понимаете, вот вам и все, мне несколько раз, когда я приехал на ток-шоу, мне говорили только ни слова стрелковые условия, да, ни слова там, чтобы были в ополчении, не говорите, чтобы были с оружием, тогда я говорю, а зачем это нужно мне тогда, а что говорить-то, и тогда, вот, так вот, ему не дают сказать свой слой, но все его там, да, в день по 10 заказных статей выходит про то, как он всех предал, бросил, слил, и вот, и как-то он собирался и Донецк слить, ну, это полный бред уже, вот так вот, и сейчас история переписывается под диктовку новых летописцев в Донецке, там, по рассказам Захарченко новая история Донбасса пишется, ну, хорошо, вот, но, конечно, мне, когда вот комитет 25 января, да, собирался, организовывался накануне, мы встретились, собрались там в штабе Новороссии, и я сказал, что я не думаю, что это что-то может хорошее из этого получиться, потому что, ну, нельзя объединяться, причем мы на эти грабли уже еще в Славянске уже наступали, с людьми, у которых в названии там стоит слово «погром», да, как бы ничего хорошего из этого не выйдет, ну, они объединили, что там вышло, вот, вот это, на мой взгляд, не очень разборчивость, кстати, Игорь Иванович написал басню по этому поводу, что иногда и лебедь, и рак, и щука может объединиться для общего дела, я ему ответил такой короткой эпиграммой, или тоже в ответ, что «Стих мудр и трепетен, удачи в битве с мраком, но лебедь лебедем, а рак, простите, раком», вот, так что, вот, ну, мы потом встретились, он оценил эпиграмму, вот, и понимает, что, несмотря на расхождение, по большому счету, мы все равно вместе, но, ну, вот это, вот это раздвоение у меня есть, но, я, наверное, я все-таки доверяю, я думаю, что у него есть свои, свои мотивы, почему делать свои соображения, но мне многое из того, что сейчас он, Игорь Иванович, делает, непонятно, я, когда мне позвонили, знаете, наши же, так, соратники, да, они что-то готовили из Питера, вот, такое, типа, открытого письма, или в осуждение, в чем-то, с чем я тоже не был согласен, но я сказал, вы знаете, я не буду осуждать публично, если встретимся, я могу сказать, ну, Игорь Иванович, зачем, спросить, зачем это, или сказать, что может быть это, но осуждать не буду, его, сейчас это только лениво его не пинает, и добавлять это в общий хор, я не буду, вот, хотя, если даже что-то не пойму, потому что, то, что этот человек изначально честный, ну, как все люди, честные и верящие, у которых есть идеалы, они могут и ошибаться, и, да, и вот, то, что понятно, что он ошибается, и понятно, что он может быть неправым, но, еще раз говорю, окажись он сейчас там, на Донбассе, и я бы был бы рядом с ним, и, кстати, до сих пор, как я начал с того, что, несмотря на всю эту, вот, уже трехлетнюю, три с половиной года, то, что на него льют без конца эти помои, а там, на Донбассе, там люди знают, кто есть кто, одного хвалят и все время показывают, как он бежит там, да, впереди танков с автоматами, да, ну, все знают ему цену там, а другой, вот, да, его три с половиной года, и на него льют помои, и, а там говорят, Игорь Иванович, если бы, молятся на то, чтобы он пришел туда, и мирное население, и ополчение, то, которое сейчас на передовых добивают, которые, вот, они, знаете, верят все-таки, что вот он придет, у них это как, что он придет, и ситуация на Донбассе изменится. Продолжение следует...